Скажите, есть ли святоотеческое или богословское мнение, какова судьба благоразумного разбойника, о котором сказано, ныне же будешь со мной в раи? Вот читатель все с этим пишет нам, что слышал, что по Ефрему Сирину в раю есть разные степени блаженства, и душа человека может изменить свое состояние. Получается два вопроса. Есть ли там в раю свобода, или человек будет как ангел? Ну, во-первых, более авторитетных слов, чем слова самого Христа, в отношении участия разбойника, ну, по-моему, не следует уже искать. Эти слова Христа повторяются бесчисленное количество раз у святых отцов, о том, что разбойник действительно наследовал Царство Божие. Но о том, что и там, в Царстве Божие, есть разные степени блаженства, об этом никто не сомневается. Потому что святость может носить очень разный, так сказать, ну, характер, что ли. Но дело вот в чем, что здесь, в этом вопросе, так и чувствуется, что Царство Божие – это вот другая комната, куда перейти. В одну комнату перейти, ой, хорошо, еще следующее, еще лучше, и так далее. Такой вздор. Чепуха. Царство Божие, оказывается, когда Христа спросили иудеи, евреи, как Царство Божие придет ли оно, вот, когда оно придет? Ну, Царство Божие, что они подразумевали? Это абсолютное благо на земле. И вдруг Христос произнес страшные слова, кстати, которые явились одной из очень существенных причин отвержения Христа. Царство Божие не придет видимым образом. И вы не скажете, что оно вот там или здесь, в каком-то уголке земного шара, в таком-то, при таком-то политическом строе, в таком-то государстве. Нет, нет. Царство Божие внутри вас есть. И святые отцы об этом замечательно пишут. Что это такое внутри вас, Царствие Божие? Это состояние души, которая уже не отягчена страстями. Скажите, какая радость у человека, который находится в злобе? А где эта злоба? В какой комнате? В каком месте? В сердце человеческом. Посмотрите, который находится в зависти. Недаром, говорят, позеленел от зависти. Посмотрите, где страдания? В сердце. Там же оказывается и Царство Божие. Царство Божие, следовательно, оказывается, что? Состояние души. Если хотите перевести на язык другой, это состояние радости. А радость может быть, конечно же, очень различной. Поэтому и состояние тех, кто будет находиться в раю, конечно же, оно будет различно. Но попробуйте, каким прибором можно измерить. У кого больше радости? Очень, по-моему, трудно сказать. И последнее, о чем в этом вопросе. Будет ли он обладать свободой, или его будет состояние, подобное ангелам? Интересно. Мы знаем, какое состояние ангелов. Это любопытно. Учение о духах очень не развито же. То есть о духах мало открыто. Мы очень мало что знаем. Одно только знаем. Сейчас мы, вот в этих земных условиях существования, в этих телесных, в каком мы находимся положении. Об этом сказал Христос великолепно просто. Извините, что я так выражаюсь таким словом. Делающий грех раб есть греха. Я знаю, что мне нужно есть все-таки воздержно. Иначе мне врачи говорят, у вас будет то-то, то-то и то-то. А я не могу. Не могу почему? Раб своего желудка. И больше ничего. И так касается всех страстей. Я не могу не завидовать. Не могу не осуждать. Не могу не тщеславиться. Полное рабство по рукам и по ногам. Вот каковы наши условия. Царство Божие. Это есть освобождение от этих страстей. Когда мы приобретаем действительно свободу. Если делающий грех есть раб греха, то оказывается тот, в ком уже греха не будет, у кого победа над грехом, тот свободен. Так что в Царстве Божьем, в Царстве Божьем, то есть в жизни вечной, Царство Божье внутри нас есть, в жизни будущего века, именно человек и приобретает подлинную свободу от страстей. Он уже может жить действительно всем своим существом, который является богоподобным и который приобщается в меру его духовной высоты и самому Богу, который есть любовь. А интересно, есть ли на земле что-либо более великое, которое можно назвать счастьем, чем любовь? Нет. В Царство Божие это и будет абсолютное царство любви. Алексей Ильич, по продолжению этого вопроса и Вашего ответа. Христос говорит, что человек, делающий грех, есть раб греха. А сами мы, православные христиане, ну и другие христиане, называем себя рабами Божьими. Многие телезрители спрашивают, почему, откуда такое выражение раб Божий. И даже так, по ощущениям, им это не нравится выражение раб Божий. И почему мы именуем себя именно так? Ну, дело в том, что, во-первых, по аналогии того, что как раб греха, так можно быть, значит, и рабом, но уже в каком смысле? Добродетели. Я бы сказал так. Человек, охваченный любовью, он раб этого или нет? Мать, охваченная любовью, бросается в огонь, чтобы спасти своего ребенка. Как назвать это? Она не может не броситься в огонь. Она не может. Исаак Сирин пишет, человек, достигший любви, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Он, вы слышите, не может. А когда мы говорим, не может, значит, раб. Вот откуда мы и говорим, раб Божий. Человек, охваченный любовью, он раб этой любви. Но чего раб-то? То высшее, то, которое более... Ну, это счастье абсолютное. Быть рабом, рабом любви. Рабом не чужой любви только, а своей, своей. Я говорю, как мать. Вот лучший, пожалуй, образ, который понятен всем. Когда мать, охваченной любовью, готова все сделать для своего ребенка. Бросится в огонь готовую, куда угодно. Вот, оказывается, что такое рабство? Это рабство. Не есть рабство мучения. А это и есть рабство радости, рабство счастья. Вот. И действительно, человек раб в каком смысле? Не может не любить. Не может... Любовь не может быть бездейственной. Любовь всегда жертвенна. Любовь всегда активна. Так вот. И в этом смысле он раб, раб Божий. То есть, раб кого? Любви, оказывается. Так что, если кому-то не нравится быть рабом любви, а нравится быть рабом ненависти, ну, тут уже, так сказать, о вкусах не спорят. Но все чего-то ищут любви почему-то такое. Все ищут ее. И были бы счастливы даже быть рабами любви. И вот так, я думаю, можно, так сказать, ну, понять, о чем идет речь. Алексей Ильич, вот, отвечая на один из вопросов, вы очень точно вычислили, что, говоря о степенях блаженства в раю, человек подразумевает какие-то комнаты. То есть, вот такой принцип мышления человека. И в связи с этим вопрос такой. Господь говорит, в обители отца моего... В доме отца моего обителей много. О чем здесь идет речь? Именно об этом. Речь идет не о том, знаете ли, о том, что дворцы разные. Обители. Люди представляют, что дворцы разные. Вот все время. Мы же мыслим как. Вот есть такой терпен антропоморфизм. Да, в данном случае мы человекообразно. Все это, в данном случае, лучше сказать, земнообразно представляем себе обители Царства Божия. На самом деле, это, конечно, духовное состояние. Ведь не даром, когда речь идет о самых высших состояниях, которые возможны, это состояние, ну, выражаясь, так сказать, общерелигиозным языком, состояние экстаза. Там у человека происходит отключение всех чувств, фактически. Сам ум уже находится в состоянии не того обычного мышления, в котором находимся мы, а именно такое мышление даже как бы отключается. Он весь сливается вот с тем состоянием блага, я бы сказал, которое человек переживает. И вот это состояние, оно выводит человека из плоскости этого мира. Вот какое это состояние? Вот одна из обители. Это высочайшая обитель. Ну, может быть, и ниже. Вот об этой высочайшей обители апостол Павел писал. А может, не высочайшей даже, не знаю. Но когда он писал, что был восхищен до третьего неба и слышал там, ну, речи, глаголы, которые невозможно передать, но при этом, что он пишет, не знаю, в теле я был или вне тела. Вот какое состояние восхищения. То есть, если хотите, ну, экстаза, что ли. Хотя мне не очень, правда, это слово нравится, экстаз. Оно как-то уже сразу вызывает ассоциации с какими-то там, знаете, культами. А вот состояние восхищения. Вот видите, оказывается, да, разные обители, разные степени. У Арсенофии Великого, например, есть мысль о том, что имеется даже и седьмое небо. То есть, какое-то вот даже вот семь, так сказать, этих высших ступеней блаженства, или того блага, лучше сказать даже, которые именуются Царством Божиим. Даже семь. Апостол Павел был только на третье. Таких. Апостол Павел.